Здравствуйте, это программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня у нас в гостях президент Федерации УШУ Карелии Натик Вилеев. Натик, здравствуйте. Здравствуйте. Чемпионат Европы по традиционному УШУ прошел в Грузии. Наши спортсмены привезли 12 медалей. Я вас поздравляю. Отличный результат. Как все прошло? Насколько было тяжело воевать столько призовых мест? Спасибо за поздравления. Я хотел бы сказать, что это второй чемпионат по Венчону. Это новый вид в Европе, в мире проводятся сейчас такие соревнования. Мы участвовали в 2015 году. В 2015 году заняли два призовых мест. А в этом году уже, ну, спустя, два года, уже в 2017 году, у нашей команды уже не два, а 12. 12 мест. Я знаю, что там какое-то огромное количество участников было. Чуть ли не 800 спортсменов. Из скольки стран? 28 стран. 28? Да. Да, 28 стран, 800 участников. Здесь не только по одному виду УШУ, да, разовидностей УШУ много. Рассчитывается где-то около 600 стилов. Один из стилов у нас Венчон. Или называется Юнчон Цуэн. Вот. В этом виде, в нашем виде участников было 109. 109. Да, из 13 стран. Ребята молодцы, потому что они показывали упорство, бороться, достигать свое тело. И я еще очень рад, что все наши спортсмены получили призыв. 12 медалей. Просто, может быть, у всех такое количество? Или только наши на фоне других так замечательно выступили? У нас, сравнивая с ними, у нас больше медалей. Потому что ребята, на самом деле, показывали высокие результаты. Я могу сказать, что у нас один спортсмен по четырем видам во всех видах занимал место. А есть такие спортсмены, сборная команда. У кого-то нет медалей, у кого-то там только одна медаля. А наши ребята выступили, они боролись. И достигли высокого уровня. Я думаю, что это их заслуга. Среди победителей Анар Вильев. Я правильно понимаю, это ваш сын? Да. И сколько лет ему? Ему исполнялся 8 лет, когда мы были в Тибелесе. Переживали за сына? Как он себя там показал? Переживать? Я как спокойно отношусь, потому что ушел в первую очередь, дает спокойствие. Поэтому я спокойно смотрю. И ребенок сам знает, что самое главное – это участие. Кто-то должен побеждать, кто-то должен проиграть. Вы сына силой в спортивный зал привели. Вот папа занимается ушу, ты тоже будешь? Или он сам захотел? Он сам захотел. Я никого не хочу заставлять. У нас все по взаимопониманию. Со скольки лет ребенка можно в ушу отдавать? Если по теории посмотреть, то с трех лет, а по практике 4-5 лет. Потому что с трех лет – это надо индивидуальное занятие. А с группой можно с 4-5 лет заниматься. Ушу что детям дает? Вот приходит ребенок маленький, ребенок 4-5 лет в зал. Что ему даст ушу? Во-первых, дает здоровье. Во-вторых, ребенку дает упорство, терпение. Потому что терпения не хватает. Потом здесь все упражнения направлены, чтобы все мышцы, все органы работали. Поэтому я больше говорю, что это здравоохранительная система. Ну, главное, что называется, результат. Вы его показали прекрасно на последнем чемпионате Европы. 12 медалей в Карелии. Я вас еще раз поздравляю. Приходите к нам в студию еще. Если есть какие-то новости от вашей федерации, обязательно рассказывайте нам еще. Спасибо. Возрастным кругом. Я напоминаю, что это была программа «Важная тема» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Это и другие выпуски. Ищите на сайте tnt.defis.onego.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»